Путь из столицы до областного центра Карагандинской области занимает всего два часа, но дальше дорога кончается. Когда завершится масштабная реконструкция трассы, добраться из Караганды до Балхаша можно будет всего за три часа. Впрочем, судя по тому, что за все время следования нашей съемочной группы по маршруту строительства дороги мы не увидели ни одной работающей бригады дорожников. Произойдет это не скоро. Тем временем, охваченный ремонтом участок для нас стал настоящим испытанием. На то, чтобы преодолеть около 300 километров объездной дороги, отсыпанной скальным грунтом, нам уже потребовалось порядка пяти часов, а ехать еще 100 километров. Поэтому наш совет ехать поездом, но точно не на автомобиле. Иначе... Но преодолев бездорожье, вы попадаете в настоящую природную жемчужину Казахстана на озеро Балхаш. Вестины-оазис, раскинувшийся среди одного из самых засушливых и пустынных мест юго-восточного региона нашей страны. Но даже здесь те, кто добрался до озера на автомобиле, еще долго не могут прийти в себя. Балхаш-Караганда, дорога отвратительная. Просто после Балхаша сразу на СТО ехать можно. От Караганды до сюда ужасно. Ехали с Караганды. В принципе, выехали во сколько? Полчетвертого. Сюда приехали в одиннадцатом часу. Ну, машина тьфу-тьфу-тьфу, надежная, 90-х годов. По бездорожью больше 40 там никак не разгонится, потому что там дорога объездная сделана из камней крупных. Если попытаться разогнаться хотя бы до тех же 60, есть большая вероятность, что подвеска там и останется. Пляж, солнце, песок. Казалось бы, что еще нужно, чтобы забыть все ужасы на пути Балхаш? Правильно. Комфортное проживание и приличный сервис обслуживания. Но все места на базах отдыха уже заняты. Они работают по приложению Ашик, и их заполняемость не должна превышать 50%. Чтобы не обанкротиться, предприниматели вынужденно поднимают цены на все. От стоимости апартаментов до цен на жевательную резинку в магазинах. Причем расценки растут постоянно. К примеру, сейчас вот этот номер все еще стоит 19 тысяч тенге за сутки. Но уже с 1 июля он будет сдаваться за 30 тысяч. Входит стоимость завтраки и обеды. У нас есть большой бассейн с горками, пляж. У нас всегда стабильно, поэтому при заполняемости в 50% конечно всегда все забито. Очень жаль, что мы не можем принять больше гостей. Очень бы хотелось. Балхаш это уникальный в своем роде водоем. Единственное в мире столь крупное озеро, которое заполнено наполовину пресной, а наполовину соленой водой. При этом по законам физики вода это не смешивается, что является удивительным феноменом. И могло бы привлекать миллионы туристов. Но проблема в том, что мест для цивилизованного отдыха на берегах Балхаша совсем мало. Если немногочисленные платные пляжи худо-бедно, но оборудованы элементарными удобствами, то на многочисленных бесплатных нет практически ничего для комфортного отдыха. Балхаш кодит в топ-10 объектов карты туристификации. Документы, определяющие развитие отечественного туризма до 2023 года. Для того, чтобы одноименный город, который является единственным крупным населенным пунктом на побережье озера, смог принимать по полмиллиона туристов в год, его территорию планируют увеличить почти на треть. Работа уже началась. Здесь пытаются наладить инфраструктуру, обустроить подъездные пути и создать комфортные условия на всех городских пляжах. Планы местные власти строят грандиозные. У нас 9 зон отдыха. Практически где-то около 700 койко-мест на наших 9 зонах отдыха. Это только то, что находится в зоне Бертеса. 9 зон отдыха еще строятся у нас. И еще 9 зон отдыха ждут подключения к коммуникации. Поэтому потенциально еще 18. Плюс у нас сейчас решается вопрос присоединения к нашему городскому побережью поселков Турангалык-Шубартубек. Это еще 22 километра побережья. И это еще около 60-70 действующих зон. Тем временем о привлечении хоть какого-то существенного количества иностранных туристов на Бохаш, а это один из основных приоритетов развития отрасли, даже говорить еще рано. И это не только потому, что нашим мест не хватает, а по причине отсутствия цивилизованных условий для начала той же дороги до побережья природной жемчужины Казахстана. Амир Саминбетов, Сера Конорбаев, Житкун.